В эфире информационная программа Конференция в преддверии нового сезона проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом». На сегодняшний день мы с большим удовольствием говорим о том, что проект состоялся в олимпийском цикле. Отправка на родину останков бойца Красной армии, найденного в окрестностях Ельнинского района. Наши солдаты не ушли и ценой своей жизни не пустили врага. И какое-то время на этом месте стоял фронт и шли о засточённые бои. 4 февраля руководители ключевых организаций города отчитались заместителю главы Десногорска о проделанной работе. Подробности заседания далее. За прошедшую неделю в городскую медсанчасть поступило 219 вызовов, что немногим больше обычного еженедельного показателя. Среди обращений – просьба о помощи в результате дорожно-транспортного происшествия. Из-за невнимательности участников движения произошло сразу два случая наезда на пешеходов. Инженерная инфраструктура города работает в штатном режиме. Кроме того, продолжается проведение собраний собственников квартир по вопросам реализации программы «Комфортная городская среда». Прошедшая неделя у нас состоялось успешное собрание в доме номер 11 первого района, где жители как раз выступили с подобной инициативой. Документы сейчас готовятся к размещению информационной системы и государственной жилищной инспекции. Городские мероприятия отмечены проведением урока мужества в Десногорском историко-краеведческом музее 6 февраля в 14.00. В этот же день в 18.00 в Центральной библиотеке состоится юбилейный вечер в честь 45-летия этого учреждения. И выходные 8 и 9 февраля у нас знаменуются спортивными. Мы встречаем финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». 8 числа торжественное открытие в 15.45 и в воскресенье 9 числа торжественное закрытие в 18.15. Также в библиотеке стартует акция «Дарите книги с любовью», посвященная международному книгу «Дарение». Книги принимаются новые и старые в любом состоянии. Справки по телефону 729-84. Кроме того, 28 января Главное управление МЧС по Смоленской области отметило успехи Десногорска за 2019 год. Деятельность муниципалитета в области гражданской обороны и пожарной безопасности отмечена пятью дипломами, два из которых первой степени. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Ярким и динамичным станет 2020 год для любителей баскетбола. Он пройдёт под знаком юбилеев 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 75-летия атомной промышленности. Уже 8 февраля в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» в Десногорске стартует Олимпийский фестиваль 2020. Юбилей отмечает и сам проект. «Планета баскетбола. Оранжевый атом» 5 лет. Зародившись в Десногорске, сегодня он известен далеко за пределами города, региона и даже страны. Поддержка концерна Смоленской АЭС, администрации муниципалитета, Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» дала возможность проекту динамично развиваться, объединяя людей вокруг идеи здорового образа жизни и социальной активности. На сегодняшний день мы с большим удовольствием говорим о том, что проект состоялся в Олимпийском цикле. Я хочу просто действительно выразить искреннюю благодарность концерну «Росэнергоатом» Андрею Венальевичу Петрову, который курирует это от первого дня нашей жизни здесь. Я хочу выразить огромную благодарность всему офису концерна «Росэнергоатом», всем руководителям, которые эту программу поддерживают и развивают. Конечно, нашей атомной станции, Павел Васильевичу Лубенскому, потому что атомная станция – это часть всей атомной энергетики, и не только России, но и Европы, и мира, и администрации года Андрею Николаевичу Шубину, Александру Александровичу Новикову, потому что сегодня очень активно и очень приятно, что работает сегодня и наше образование городское, и спорт городской, и культура городская. Новый сезон «Планеты баскетбола» как всегда будет насыщен соревнованиями, культурными и патриотическими мероприятиями, спортивными и творческими конкурсами. Запланирована большая праздничная программа, посвященная Великой Победе, юбилею атомной промышленности, Дню энергетика. Спортивный проект стал неотъемлемой частью Десногорска и одним из векторов его развития. Данный проект уже развивается в течение пяти лет. Мы за это время получили замечательные спортивные площадки, как в здании «Отфок», где мы с вами находимся, был построен открытый баскетбольный стадион, который сейчас совершенствуется и развивается. Запущены замечательные проекты в детском садике, в наших школах. Атомщики на протяжении многих лет поддерживают отраслевой баскетбольный проект, кладывая в него средства и ресурсы. Кроме этого, в городе успешно реализуются и другие спортивные дисциплины. Все помнят, ни для кого не секрет, что именно благодаря атомной станции у нас в городе появились и успешно развиваются. Это и гонки на драконах, питанг, дарс. Буквально недавно, в январе месяце, подписан директором генеральным концерна и утвержден приказом проект по развитию хоккея в городах присутствия атомных станций, в том числе и в городе Десногорска. Олимпийский фестиваль 2020 открывает школьная баскетбольная лига «Кэсбаскет». 8-9 февраля на паркете «Фок Десна» встретятся финалисты сильнейшей команды Смоленской области. Начало соревнований 8 февраля в 12.30. Парад открытия и финала – показательные выступления в 15.45. Финальные игры 9 февраля – начало в 12.30. Торжественное награждение победителей – 18.00. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Из-за погодных условий деятельность поисковых отрядов зимой не ведётся. Щупы металлоискателей и основные орудия участников таких отрядов ждут своего часа до наступления первых весенних дней. Но нынешняя небывала тёплая зима позволила не останавливать поисковую работу. Подробности далее. Январь 2020 года останется в памяти не только как один из самых тёплых месяцев за всю историю наблюдений. По-своему, его запомнят бойцы Десногорского отряда за родину, которые уже на третий день после Нового года исследовали окрестности села Строина Ельнинского района. Там, в далёком 1941 году, Красная Армия противостояла яростному наступлению врага. Наши солдаты не ушли и ценой своей жизни не пустили врага. И какое-то время на этом месте стоял фронт и шли ожесточённые бои. Кровавым итогом для обеих враждующих сторон стали павшие солдаты. На останки одного из них и наткнулся щуп бойцов поискового отряда. Кроме нескольких элементов скелета и экипировки, их ожидало и другое открытие. Мы нашли солдатский медальон. И время не пощадило личных вещей солдата. Ничего не сохранилось, но медальон, он принёс имя. Максимов Андрей Андреевич, уроженец Орловской области. Когда-то отправился на фронт, но домой так и не вернулся. Уже скоро выяснится. На родине его помнят и до сих пор ждут. И 1 февраля в Десногорском историко-краеведческом музее останки бойца были переданы делегации из города Орла. На сегодняшний день организованы все процедуры передачи. Сегодня мы принимаем останки бойца. 13 февраля он будет упокоен на родной земле, в центре села, фактически на той площади, с которой он уходил. То есть вернётся он, завершив полностью весь свой путь. Это не первая совместная работа отрядов из Десногорска и Орла. За два года сотрудничества со Смоленской земли было поднято и возвращено в Орловскую область трое погибших советских солдат. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде. 6 февраля в Десногорске пасмурно. Небольшой снег. Температура днём и в ночное время около нуля. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!